всем еще раз привет давно не виделись я подумал что раз я один день пропустил то сегодня опубликую две реакции и мне захотелось посмотреть первую реакцию тяна гарсии всем приятного просмотра эта реакция на димаша с песней адажио всем привет друзья это тиан гарсия преподаватель по вокалу и продюсер как вы наверное знаете димаш один из самых известных и популярных певцов на ю тубе я видел некоторые отрывки из его выступлений он очень популярный в мировом масштабе его считают самым лучшим певцом современности без лишних слов давайте начнем нашу реакцию на адажио в исполнении димаша это такая красивая песня кто бы ее не пел это такая чудесная песня окей он с баритона перешел сопрано или контр-альто но и главный и Субтитры делал DimaTorzok Я сделаю здесь паузу Решил сделать паузу, так как мы приближались к чему-то большому Я сильно впечатлен, что он начал петь с таким глубоким тоном В сущности певца с таким голосом А Димаш, я думаю, лирический тенор Рикардо Монтанер — это отличный пример лирического тенора Я говорю про Рикардо Монтанера 90-х годов, а не 2021 года У него был такой очень легкий, очень ясный голос Который легко можно было перепутать с женским голосом альтом Или сопрано Поэтому меня впечатляет Как Димашу удается добраться до этих низких нот баритона в самом начале Это диапазон баритона Тенор тоже может так петь Но это редкость встретить певца, у которого сохраняется вот эта легкость в верхних регистрах И вот эта плотность в низких регистрах Если брать женские голоса, например, Марайан Кэрри Это яркий пример певицы с очень насыщенным звучанием в нижних регистрах А сейчас он даст нам втык Вау Я думаю, вот из-за этого весь сыр-бор Я весьма потрясен Потому что это в первый раз, когда я так внимательно разбираю Димаша У него столько разнообразных вокальных оттенков У большинства певцов их один или два Чаще всего даже один оттенок Когда я говорю об оттенках голоса Я имею в виду вот этот момент с модуляцией голоса в этой части песни Вот здесь В следующем моменте Так поют оперу Когда гортань опускается ниже, чтобы прикрыть тон Он делает это, чтобы добавить больше мощи И такое ощущение, будто перед нами уже совсем другой певец Многим, кто не знает Димаша Наверное, не верится, что это поет один и тот же человек, который пел за секунду до этого И вам придется показать им это видео Как будто здесь два совершенно разных певца И то, как этот певец умудряется передавать различные оттенки голоса Используя разные резонаторы Он делает это при помощи гортани Я не говорю, что он поет своей гортанью Но дезонанс грудного голоса на самом деле исходит из гортани И он использует этот резонатор, чтобы придать всему это оперное звучание И здесь он делает модуляцию голоса Вместо того, чтобы сделать это через гортань, он использует маску А теперь назад в гортань У меня мурашки по телу Это чудесная песня Я рад, что начал смотреть его с песней, которую уже знаю Я знаю две или три версии этой песни И я говорю это не для того, чтобы сравнивать их с Димашем А чтобы отделить и услышать его собственную интерпретацию Это же такой прекрасный музыкальный шедевр Певцы очень любят петь эту песню Но нужно быть реально хорошим певцом, чтобы спеть ее по-настоящему Лирический кенор Это вам не Жай Май Хотя и он добавляет веса этим высоким нотам Он располагается в нижней гортани Чтобы придать больше силы головному голосу Очевидно, что он очень виртуозный певец Как он поет этот гласный звук А? Невероятно Субтитры создавал DimaTorzok Ха-ха-ха АААА.. И что это было? Боже, господи. Похоже, мы нашли брата-близнеца Арианы Гранде. Бог, ты мой. Теперь я точно не сомневаюсь в существовании инопланетян. В общем, видите, я аж вспотел. Три дня назад у меня сдох кондиционер. Но я подумал, что это не повод мне делать реакции. Извините за этот пот. А вот Димаш даже не желает извиниться за то, что он инопланетянин. Он спел одну фразу в четырех тактах. В целом, это 16 битов. Не уверен, что это 16 секунд. Для этого нужно проверить темп песни. Он поет прикрытым тоном, располагаясь нижней гортани. Вот эта женщина будто молится Богу. Она будто находится в церкви. Просто невообразимо. У него такой хорошо смешанный тон. Это не полный грудной и не головной голос. Это смесь из того и другого. Это головной регистр. Обычно профессиональные певцы подключают к нему грудной резонанс. Большое влияние здесь имеет грудной голос. Тут примерно девять тактов. Здесь он переходит в маску. Поэтому я и сказал, что это поют два или три или даже пять певцов. Он может быть альтом, сопрано, лирическим или драматическим тенором, даже баритоном. У него расстройство множественных личностей. Только здесь не личности, а голоса. Я сейчас скажу, как это называется. Это синдром. Синдром множественных голосов. Я вот что скажу. У этого парня слишком много тембров, регистров и свойств голоса. И это ненормально. Это аномально. Из-за таких, как он, люди завязывают с пением. Когда появляются вот такие вот феномены, это что-то из ряда вам выходящее. Мне очень интересно, как он начинает. Он начинает, как оперный певец. А потом переключается и звучит, как отъявленный рок-музыкант. Переключается. Я всегда обращаю внимание на паттерны и незакономерности, как в случае с Арианой Гранде. Я не знаю, поет ли он точно так во всех своих песнях, но вот на этом звуке... Он располагается внизу в верхних регистрах. А потом он использует маску. Он располагает звук в области маски. Он переходит с одного резонатора на другой. Обычно, когда поют в верхнем регистре, это большое напряжение. И оставаться в одном резонаторе более удобно. А он прыгает между резонаторами без особых усилий. Он просто делает все, что хочет, со своим волосом, оставляя нас всех просто неудел. Как вот эту сеньору. Где же эта сеньора? Сеньора! 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 Вот это все, что нам остается делать, когда он поет. Это же вы и я. Нам просто остается слушать его, потому что он феномен. Вот это я прямо сейчас. Сеньора! 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 С Этот переход, это как перейти от Пласи до Доминго до Селин Дион, когда она поет нежные романсы. О господь, о господь, это же уже полный бэтшет, он и так уже на всех уронил, уложил всех на пол, и после всего он добивает нас вот этим. Типа кто-то сказал ему, Димаш, ты спел как баритон, как тенор, как контр-альф и как сопрано, ну а как же колоратурная сопрано? И он такой, нате, держите. Он охватил все возможные человеческие регистры и даже добавил еще один. Боже мой! А это что, остальные участники? Давайте-ка проясним. Это что, какой-то конкурс? И это его соперники? Я бы на их месте уже б собрал свои вещички и удрапал домой. Это было жестоко. Комментарии. Кто-нибудь, объясните мне, как этому парню удалось держать смешанный бэлтинг в течение 12 секунд, не прерываясь, и при этом еще умудриться взять ноту Фа-5 в конце. А вот хрен его знает. Он сказал 12 секунд? Это ведь 4 такта. Или 16 битов. Это просто впечатляюще. Вы лучше мне скажите, как он так переходит из нижней гортани в маску. Это невероятно. Это выступление больше акцентируется на Димаше, чем на самой песне. Лично я предпочитаю, когда певцы более соответствуют песне. Он подстроил эту песню под себя таким образом, чтобы выделить свои сильные вокальные стороны. Потому что были моменты, когда я даже не слышал саму мелодию песни. Но это нормально. Он как новогодний фейерверк, который раз в году. Его задача была впечатлить всех нас. Было чудно на это смотреть и наслаждаться этим. Но это не на каждый день. Этого слишком много. Это просто что-то слишком грандиозное. Он один из самых величайших певцов. Хочу сказать, что это мое личное мнение. У вас может быть свое. Возможно, я послушаю версию Иль Дива. Или версию Лары Фабиан. Или версию еще кого-то. И потом я вернусь к этой версии, чтобы вдохновиться. Чтобы увидеть границы возможностей и человеческого таланта. Потому что этот человек поет на грани невозможного. Возможно, есть еще подобные певцы. Просто они не такие известные, как он. И еще комментарии. Это будет несправедливо, если он не победит в этом конкурсе. Он по-любому должен победить. Он что, занял третье место? В это трудно поверить. Реально, что ли? Он занял третье место? Это только еще раз доказывает, что все эти конкурсы, типа голоса и т.д. и т.п. Все это полная херня. Эти конкурсы полезны только тем, что открывают нам людей, таких как Димаш. Но не может быть такого, чтобы он взял там третье место. Димаш это самый виртуозный певец, которого я когда-либо слышал. Помимо его диапазона, самое впечатляющее, это разнообразный набор в различных оттенках его голосе. Там есть виолончель. Там есть виолончель, скрипка и контрабас. Такое чувство, что у Димаша есть особенный инструмент, который не похож ни на какой другой. И этот инструмент способен сымитировать любой другой инструмент в каждом регистре и в каждом оттенке. Ведь низкими нотами скрипки можно сыграть некоторые ноты виолончели, а верхними нотами виолончели можно сыграть некоторые ноты скрипки. Но им не хватит консистенции, оттенков и текстуры. Отсюда у меня предположение, что Димаш приобрел оттенки и текстуры различных регистров естественным путем. Хотя я думаю, что он лирический тенор. Но это все-таки первая песня, которую я слышу от него. Он необыкновенный певец. И я послушаю больше его песен, чтобы получше рассмотреть его. Ведь он невероятно виртуозный певец. И песня тоже очень чудесная. Я фанат этой песни, и он проделал большую работу. Сейчас я понял, что это вокальный конкурс. И теперь понятно, почему он вышел за рамки этой песни. Нужно было впечатлить аудиторию и жюри, чтобы получить побольше баллов. Теперь я понимаю, почему он так сделал. И это было поразительно. Кто еще мог бы спеть это так же? Ну, очень и очень сомневаюсь, что кто-то мог бы это вот так спеть. Пишем в комментариях. Это была моя первая реакция на Димаша с песней Ададжио. Как вам реакция? Какую его следующую песню нам посмотреть на нашем канале? С вами был Тиан Гарсия, преподаватель по вокалу и продюсер. До скорых встреч! У меня просто нет слов. Я даже не знаю, от чего у меня были мурашки. От пения Димаша или от слов Тиана. А может быть и от того, и от другого. Хочу закончить это видео словами великого мыслителя современности. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!